Алло, милиция? Деревня Гадылёва. Пожалуйста, приезжайте, мне никто не открывает, здесь всё в крови. Я не знаю, я невестка, пришла в гости, дверь в крови, на полу всё в крови, пожалуйста, приезжайте. В этой квартире проживала семья Цибульских, двое пенсионеров и их сын. Его застали с разбитым лицом и сильным похмельем. Перед медиками и милиционерами предстала страшная картина. В коридоре на полу был труп матери Анатолия. Пожилая женщина была совершенно голая, а в одной из комнат находился отец. 79-летний Адам Цибульский подавал признаки жизни, но спасти пенсионера не удалось. Вскоре он скончался в реанимации районной больницы. Сын погибших стал единственным подозреваемым в двойном убийстве. Для тихой деревни Гадылёва Быховского района это происшествие стало главной темой для разговоров на долгие годы. Анатолия Цибульского Акровавленная одежда, множество ушибов и ссадин делали местного выпивоху Анатолия Цибульского безоговорочным подозреваемым в убийстве родителей. Поскольку дома ничего не пропало, следователи выдвигают три версии происшествия. Убийство из корыстных побуждений, из-за личных неприязненных отношений или на бытовой почве. Опрос односельчанов скрыл непростые отношения сына с погибшими. Согласно показаниям жителей посёлка, соседей, сын характеризовался отрицательно, вёл аморальный образ жизни, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Владимир Доморадский на момент расследования уголовного дела заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности следственного управления УСК Помогилёвской области. Проводил допросы участников уголовного процесса, проверки показаний на месте происшествия, назначал экспертизы, оканчивал предварительное следствие по уголовному делу, направлял прокурору. Имели место случаи, когда он выносил из дома различные предметы, продукты питания и продавал их с целью купить на вырученные деньги спиртное. Понятно, что нигде не работая, проживал за счёт пенсии матери и отца. На этой почве между ним и матерью возникали многочисленные конфликты, в ходе которых нередко он её и избивал. Что можете сказать про семью Цибульских? Сын их пьющий. Так-то он спокойный, но когда выпьет, так норовит с кем-то подраться. Жалко, конечно, родителей спокойные, трудолюбивые. И Адама жалко, и Надежду особенно. Соседи не раз видели покойную с синяками. Надежда Цибульская признавалась, сын последнее время пил каждый день. Периодически поколачивал её, регулярно устраивал скандалы из-за того, что она не давала выносить из дома вещи, боялась, что пропьёт. Пытаясь сохранить в жилье бытовую технику и кухонную утварь, мать забрала у Анатолия ключи. Это добавило ещё больше проблем и скандалов. Но Надежда в милицию не обращалась. Жалела сына и одновременно боялась, что разговор с участковым приведёт к ещё большим конфликтам и побоям. Версия о личной неприязни выходила на первый план. Так что же получается? Я убил своих родителей? Можешь рассказать, что случилось? Так я же ничего не помню. Я проснулся в 7 утра и увидел, что подушка в крови. Подойдя к зеркалу, увидел, что у меня разбито всё лицо. На кухне обнаружил мёртвую мать. Отец лежал на диване, произносил непонятные слова. Я пошёл опять к матери. Тут до меня дошло всё это. Случилась непоправимая беда. Далее переоделся, умылся, снял с себя теннис, кукуртку, которые были в крови. Переоделся в чистое, взял деньги и пошёл в магазин. Там купил бутылку вина, пачку сигарет. Пошёл к себе в летний домик на огороде, где выпил три стакана вина. Пробыл там около полутора часов, зная, что я натворил, чтобы пойти домой и позвонить от соседки. Вызвать милицию. Подходя к дому, увидел скорую и сотрудников милиции. Те спросили про ключ от квартиры. Отдал им ключ, сам в квартиру уже не заходил. Был задержан. На момент осмотра происшествия, и он это подтверждал, что квартира была заперта изнутри на замок. Посторонних квартир не было. Иван Кечик. На момент расследования уголовного дела следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Могилёвской области. Назначал необходимые экспертные исследования, собирал доказательства, изобличающее обвиняемого. Проводил основные следственные действия. Допрашивал ключевых свидетелей по уголовному делу. Фактически поставил точку в расследовании данного преступления. В последующем, в ходе общения с ним, в ходе допросов его, он также придерживался тех показаний, которых придерживался и на первоначальном этапе. Ссылаясь на то, что в действительности он ничего не помнит. Он в себя пришел, когда проснулся утром и обнаружил отца без признаков жизни, которого положил на диван. К этому времени пришли результаты судмедэкспертизы. Погибшая получила два десятка травматических ударов. С полученными травмами потерпевшая могла прожить не более часа. Перелом таза, ребер, подъязычные кости, разрыв уха, многочисленные кровоизлияния. Характер побоев говорил о сильнейших ударах, а значит о целенаправленном убийстве. Жертву избили тупым предметом, однако под эту формулировку также подходят удары ногами и кулаком. По трупным пятнам следователь установил время смерти с часу до трех ночи. Подозреваемый Анатолий Цибульский, на одежде которого кровь погибших, сознается в убийстве. Как правило, в таких случаях стадия предварительного расследования проходит без волокиты. Задержанный пишет чистосердечное признание, где излагает обстоятельства, причины и мотивы происшествия. Рассказывает такие подробности, которые может знать только тот, кто был участником или свидетелем преступления. Может назвать время нападения, характер и количество травм. А также детально описать место, где произошло убийство. А экспертизы дополнят показания фигуранта. Но в этом случае результаты шли вразрез тому, что говорил подозреваемый. И это ставило еще больше вопросов перед следователями. Пенсионеру нападавший сломал челюсть. От тяжелых ударов в голову у Адама Цибульского случилось кровоизлияние в мозг, что впоследствии привело к сильному отеку. В обоих случаях экспертизы исключали травмы при случайном падении или другом несчастном случае. Из заключения судебно-медицинской экспертизы. Телесные повреждения, обнаруженные при судмедэкспертизе, трупов сходны по своим морфологическим признакам. То есть относятся к одним видам повреждений – кровоподтеки, ссадины, раны. Исключается образование всех телесных повреждений при однократном падении из положения стоя, так как повреждения располагаются на различных поверхностях тела, в том числе и противоположных. Побои сына не были похожи на удары престарелых родителей. Одежда подозреваемого была вся в крови. Экспертиза вещей показала смешение крови его и родительской. Дверь взломана не была, а значит, нападавшему или открыли, или он уже находился дома. Цибульский, который еще недавно сознавался в убийстве, стал яро отрицать свою вину. Ну не знаю, не мог себе такого сделать. Такая кровь на одежде откуда? Я же сам в шоке. Просыпаюсь, подушка в крови, лицо все разбито, мать на полу лежит, кровью истекает. Я же подошел, пытался поднять ее, в чувство привести, кровь остановить. Вот и запачкался. Мать на полу в обнаженном состоянии. Отец тоже лежал на полу, и он всячески пытался оказать медицинскую помощь как матери, так и отцу. Он же его на диван подымал. Соответственно, на его руках, на предметах одежды, в которых он находился, в последующем, в ходе экспертных исследований, были обнаружены следы крови. Он объяснял это тем, что я не помню ничего. Он мысленно понимал, что кроме него это никто не мог сделать. Но осмотр обнаженного трупа погибшей поставил перед следствием и другие вопросы. В заключение судмедэкспертизы говорилось, что над убитой надругались в извращенной форме. Это объясняло, почему погибшая лежала голая. Однако характер издевательств скорее выгораживал сына в этом зверстве, нежели делал его виновным. Когда следователь поднимал тему полового преступления, было видно, что мужчина сильно переживал и жалел погибшую мать. Вы тут такое написали? Да чтоб я родную мать. Вы что, издеваетесь? Да, мы ругались, конечно, бывало, но я не мог такого совершить. А кто тогда это мог совершить? Так я откуда знаю? Мы выпивали с Саньком в тот день, вообще ничего не помню. Наутро проснулся. На тебе. Но кто избил самого подозреваемого? Престарелые родители такие удары нанести не могли. О том, что произошло с Анатолием в день убийства, рассказали односельчане. Компания во главе с местным пастухом выпивала за магазином. К ним подошел Анатолий и попросил налить. После его ухода пропала бутылка водки. Это заметил пастух Владимир Никеенко. И когда Анатолий спустя некоторое время вернулся к ним в компанию, за магазин туда, Никеенко начал предъявлять ему претензии в части спиртного, что он унес их спиртное. И между ними завязалась драка, в ходе которой Никеенко избил Цибульского, после чего Цибульский направился в сторону своего дома. Могла ли кража спиртного или словесная перепалка стать причиной двойного убийства? Следователи решают поговорить с Никеенко. Ну да, навалял ему. Мы ведь ему по-хорошему налили. А он еще и бутылку украл, которую я купил. Владимир Никеенко, сельский пастух. Несмотря на свои 18, в деревне славился своими пьяными выходками и драками. Так неужели спиртное стало причиной жестокой расправы? Анатолий Цибульский вдвое старше Никеенко. У обоих свой круг общения, который схож с их образом жизни. Вечно пьяный Цибульский в основном общался с босиками, мужчинами, у которых не было семьи, безработными, которым было далеко за 30. В этой социальной среде Никеенко находился чуть выше. У него была девушка, круг общения, местные колхозники, коллеги по работе. С Цибульским их объединяли лишь деревня Годылева, где они жили и пристрастие к алкоголю. Друг с другом они не общались, даже не здоровались. До этого момента между мужчинами никогда не было конфликтов. Да я его вообще, в принципе, никогда трезво не видел. Он не работает, всю жизнь пьет, руки всегда трясутся. А потом что было? Потом что было? Посидели, разошлись, ну и все, в принципе. А вы тоже ушли? Да, я к друзьям пошел. Там был со своей девушкой, Настя зовут. Сожительница Владимира, Анастасия, действительно подтвердила эти показания. Вечером ее парень пришел домой пьяный и вскоре уснул. Никеенко был выпивохой, дебоширом, но не уголовником. Из правонарушений за ним числились только штрафы. Жители все знали, злопотребил о спиртном на учетах. Он у врача-нарколога и психолога не состоял. Соответственно, не состоял в Быховском РОВД на учете. Можно простыми словами сказать, был тихий бытовой пьяница. Презумпция невиновности – один из основополагающих принципов судопроизводства почти во всех странах мира. Любого человека, пусть даже официально обвиненного в каком-либо преступлении или арестованного, следует считать абсолютно невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке. В резонансном деле о двойном убийстве пенсионеров прямых улик, указывающих на Анатолия Цибульского, не было. А наличие нестыковок и результаты некоторых экспертиз и вовсе делали подозреваемого невиновным. Следователи и сами видели все больше нестыковок, которые указывали на непричастность Анатолия к убийству родителей. В доме явно был кто-то еще. В квартире криминалисты обнаружили свежий след от резинового сапога. Размер обуви отличался от того, какой носили цибульские. Это могло говорить о наличии постороннего человека во время убийства. Проведена была тросологическая экспертиза с целью идентификации следа обуви, оставленного на полу в квартире рядом с местом обнаружения трупа цибульской. По отпечатку удалось установить обувную фабрику. Производство находилось в Могилевской области. Следователи даже выезжали на предприятие, где производили обувь, но результатов это не принесло. Первоначальные показания, которые Анатолий Цибульский давал сразу после задержания, следователи направили на психолингвистическую экспертизу в Минск. Уникальное и редкое для Беларуси исследование, которое проводят лишь несколько специалистов. Особенности и подробности этого анализа – тайна следствия. Работа заняла полторы сотни страниц и дала неутешительный для следствия вывод. Показания подозреваемого – это не воспоминания произошедшего. А домысливание. В анонимной беседе доктор филологических наук, который проводил это исследование, назовет такое поведение феномен Цибульского. Иными словами, Цибульский сам того не подозревая, предположил, как произошло убийство. А после, уверовав в свою причастность, рассказал следователю собственные умозаключения. Показания Цибульского Анатолия, которые он давал изначально, то есть я понял, что случилось, я понял, что я натворил. В выводах звучало, что там реально идет домысливание. И человек дофантазирует то, что реально не помнит. След, который был найден возле погибшей матери, по-прежнему не был идентифицирован. В данной ситуации проводилось порядка от 40 до 50 исследований. По истечению 6-месячного срока содержания под стражей, дополнительные доказательства причастности их сына Цибульского Анатолия добыта следственным оперативным путем не было. Было принято решение об освобождении его из под стражи, последующего прекращения уголовного преследования. Первоначальные показания были основаны лишь на его предположениях и догадках. В ходе следствия был проделан значительный объем работы, по итогам которой все-таки было принято решение о том, что доказательств причастности сына к убийству родителей недостаточно. Он был освобожден из следственного изолятора, и мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Отпустив единственного подозреваемого, следователи так и не нашли других причастных к убийству. В последующем отрабатывались версии, которые были связаны, что убийство было совершено из личных неприязненных отношений, убийство было совершено из корыстных побуждений, и убийство супругов Цибульских было совершено из хулиганских побуждений. Вот. Все эти версии не нашли своего объективного подтверждения, и оставалась единственная версия, что убийство было совершено на бытовой почве. Следы крови в подъезде принадлежали самому Анатолию Цибульскому. А дома была кровь родителей. Это были две разные драки. Но кто избил самого Анатолия в подъезде и убил его родителей? Есть ли вероятность, что это один и тот же человек? Есть ли вероятность, что сына тоже хотели убить? На эти вопросы у следователей также не было ответов. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся на постоянной основе. При получении какой-либо информации принимается решение о возобновлении уголовного дела, принятия к производству и проведения тех следственных действий, информации, которая получена оперативным путем. Исходя из этого, следователь обязан возвратиться и к людям, с которыми надо работать. Все зависит от полученной информации. Следователь возвращается к тем лицам, свидетелям, потерпевшим, либо к тому же обвиняемому, который проходил по делу, когда оно возобновилось. Возвращаются и уточняются определенные моменты. И в том числе и проведение каких-то дополнительных экспертных исследований. Дополнительных, повторных, комиссионных и так далее. Но, как правило, по данной категории дел, я вам скажу с уверенностью, что работа ведется, всегда она ведется. На протяжении восьми долгих лет дело о двойном убийстве пожилой пары в деревне Гадылева Быховского района оставалось нераскрытым. За это время расследование не раз возобновлялось. Повторно опрашивались односельчане, соседи и единственный подозреваемый, который так и не вспомнил события той роковой ночи. Милиция, слушай. Алло, милиция? Я хочу рассказать об убийстве, которое совершил мой муж. Он только что пытался меня задушить. Он говорил, что убьет меня так же, как... Я раньше в Быховском районе жила, так там было убийство. Лет восемь назад убийства тогда не нашли. И он кричал, что убьет меня так же, как и... Я больше не могу уже приезжать, и пожалуйста... Диктуйте адрес. Смотрите в следующей серии. Спустя восемь лет в деле о двойном жестоком убийстве появляется новый подозреваемый. Прошу вас говорить в камеру громко, четко и разборчиво. Год и место рождения. Десятый номер 3-й, 11-й, 4-й, Быховский район, деревня Годрёва. Почему фигурант раньше не числился в списке подозреваемых? Утром же следующего дня, когда проснулся, они шли по деревне. В ходе разговора он попросил ее сказать о том, что если в поселок приедут сотрудники милиции и будут спрашивать о нем, где он находился, попросил ее сказать о том, что он весь вечер был с ней. То есть фактически создать ему алиби. Анастасия с ее слов ничего предусудительного в этом не заметила. Она, опять же, в ходе своего объяснения подтвердила данный факт. В итоге, в ходе расследования дела, Никеенко Владимир, он изначально допрашивался в качестве свидетеля. Следователи допрашивают задержанного и узнают страшные подробности. Где-то приблизительно вот в этом месте. У меня произошла с ним ссора. Связал ему, верни, спиртное, что украл. Ну, все, он ничего, начал со мной оказаться, как говорится. У меня произошел конфликт, и я его ударил. Кто оказался виновным и какой был мотив этого убийства? Смотрите в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok